Друзья, всем привет! Сегодня приготовим с вами вот такую вот вкуснятину. Это перловочка с овощами, с печенью. Это очень вкусно. Пойдемте скорее готовить. Все покажу и расскажу. Рецепт, друзья, самый-самый наипростейший, что только может быть, но очень и очень вкусный. Смотрите, вот здесь у меня буквально стакан перловки 200 грамм. Под видео будет описание. Меня всегда спрашивают, как найти описание. Под видео есть слово еще. Нажимайте на это слово и все-все-все, друзья, там выйдет. Вот стакан перловки. Высыпаем ее в кастрюлю, там, где вы будете это все дело варить. И сейчас эту перловку нужно просто хорошо промыть два-три раза, пока вода не станет прозрачная. Все. И вот этот вот стакан перловки я залью водой. Варю я ее в большом количестве воды, так же, как и рис. Она потому что очень сильно разваривается. Залью ее хорошенько вот так вот водой и поставлю варить до готовности. Варить, естественно, у всех по-разному. По времени она будет без соли, без специй, без... Вообще вот просто залили водой и варите эту перловку до готовности. Все, друзья, иду промывать и ставить варить. Вот, смотрите, перловку промыл, вот столько налил воды, как показывал, да, и просто поставил ее варить. Сначала врубил я сильный газ, сейчас у меня все это закипит. Я сниму пенку, естественно, да, и буду варить до готовности. Убавлю огонь и просто варим перловочку до готовности. Друзья, когда перловка будет готова приготовиться, да, ее нужно будет просто-напросто промыть холодной водой. У меня обычно сито, друшлаг, как хотите, называйте, да, перекладываем и просто холодной водой промываем. Я делаю это для того, чтобы она была более рассыпчатая, чтобы она же такая вот польская бывает, да, чтобы просто из нее все смыть. Все, и оно у вас когда сольется, просто это все дело оставляем. Я это говорю заранее, уж не буду показывать, как я все это дело промываю. Так же, как и рис, макароны, все все это знают и умеют. Пока крупа варится, хочу подготовить печень. Вот, смотрите, у меня здесь куриная печень, буквально пачку замороженную я брал там 500 грамм. Я ее уже разморозил, промыл, помыл, да. Вот, смотрите, когда, ну, все это знают, когда печень, вы ее достаете с пачки. Самое главное, чтобы вам не попался желчный пузырь. Он попадется, будет очень сильно горько. Хорошенько ее помойте, переберите. Все. И я просто сейчас ее порежу. Режьте так, как вы хотите. Вот. Сильно мельчить я тоже. Естественно, ее не буду. Зачем? Она и так супер-супер нежная. Вот какой жирочек здесь остается, я тоже больно сильно его не вырезаю. Если есть какие-то там, вот, ну, говорю, желчные, да, что-то такое, мне не нравится. Я, конечно, вырежу. А какой-то жирочек мелкий, если нет, я его не вырезаю. Зачем? Это так же, как и на мясе. Мелкие прожилочки такие жировые. Их не нужно, я думаю, вырезать. Ничего не будет. Все протушится, ничего не чувствуется. Все. И вот эту вот печенку я просто-просто перерезаю. Можете не перерезать, а прям просто пополам ее сделать. Смотрите, как вам хочется. Все. Вот печеночку я нарезал, пока отставляю ее в сторону. И нарежу лук. Друзья, лук режу полукольцами. Хотите, режьте кубиками. Это как уже вы, как любите, как говорится. Я, если честно, и рецепт этот не хотел снимать. То у меня же есть второй влоговый канал. Кстати, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Ильинский блог лайф. Там все обо мне. Я ссылочку, конечно, заставлю. И вот я на этом канале как-то заикнулся про этот плов, да, так сказать. Плов из перловки с печенкой. Меня, мои подписчики, приготовь, приготовь и покажи нам. Вот так и пришлось мне этот рецепт снимать. Все. Вот порезал. Полукольцами я лук, а морковь я просто, друзья, на крупной терке натру. Хотите, трите на средней, на мелкой. Как угодно, как любите. Еще раз повторяю. Вот, в принципе, вся составляющая нашего блюда. Тут очень мало компонентов будет, да. Но еще, конечно же, будет растительное масло, соль, перец и специи. Специи кладите, какие вообще вы любите. Я положу вот хмели-сунели, обычная приправа. Я всегда беру приправу, друзья, без соли. Вот здесь написано, чтобы не пересолить. И обычная сладкая паприка. Все. Больше я сюда класть ничего не буду. Что хотите, как говорится, то и кладите. На вкус и цвет. Крупа вот закипела. Друзья, пеночку. Эту вот накипь я снимаю. Все. И варим ее до готовности. Все по классике. Вот так я ее убавил. Сейчас я без камеры сниму, как накипь, потому что неудобно одной рукой. Да. И все. И варим по классике до готовности. Вот, друзья, смотрите. Специально включаю показать, что перловочку сварил. И какая она должна быть. Вот, просто разварилась. Жидкости осталось. Не пришлось ничего подливать. Вот я ее уже выключил. Варил я ее минут сорок. Все. Напоминаю, без соли, без каких-либо специй. Все. Теперь я ее просто промываю холодной водой и оставляю ждать в своей очереди. Далее, друзья, беру обычную сковородку, любую. Растительное масло наливаю на сковородку. Так. Дальше на это растительное масло. Сразу ничего не жду, когда что-то, чего-то раскалится. Высыпаю, выкладываю, как хотите, да? Говорите. Нашу печенку подготовленную, куриную. Лук с морковью тоже сразу же. Все. Так видно вроде бы, да? Тоже выкладываю сразу же сюда. Никого не жду. Не надо ждать, что у вас там что-то пожарится. Пока это, пока это. Нет. Печенка жарится вообще по технологии не более 7 минут. Моментально печень жарится. Все. Далее кладу, как ранее говорил, приправу хмеля-сунели. Все по вкусу. Специи кладите по вкусу. Тут без весов. Паприку. Паприку для чего, друзья, кладу? Она дает очень красивый коллер, то бишь цвет. Больше она, в принципе, ничего не дает. Она, можно сказать, безвкусная. Паприка. Так как у меня специи без соли, посолить нужно по вкусу. Потом это все, естественно, до вкуса можно довести. Все. Потом я еще поперчу перец, забыл взять. Все. Теперь я все это дело перемешиваю. И вот это вот все нам нужно до готовности прожарить, протушить, как хотите называйте, под крышечкой, на медленном огне. Ну, на среднем, на умеренном. Прямо все-все вот до готовности, до полной готовности. Такая вот красота, ароматы. Можете добавить свежий чесночок, как хотите. Тут сейчас будет еще собственный сок выделяться. Никакой воды, ничего не надо. Вот просто на растительном масле. Все, друзья, жарим это дело до готовности. Вот еще поперчу, потому что не поперчил. Такая вот у меня перец, 4 перца, да. Это тоже уже по вкусу, как хотите, делайте. Я люблю поострее, посолонее. Все на вкус и цвет. Все, друзья, и жарим. Прошло буквально минут 5, наверное, да. Оно все уже прижарилось. Осталось еще чуть-чуть. Самое главное, лук-морковь, чтобы прожарились. А печенка, она прожарится моментально. Я думаю, сюда добавлять больше масла не нужно. Но если будет у вас что-то гореть, вы, конечно же, уже смотрите по вкусу. Воду я не лью, повторяюсь. У меня ушло где-то миллилитров 60, наверное, масла. Моркови 180 грамм было, лука 100 грамм. Это уже чищенного. Все. И теперь дотушиваю я все это. Дело до готовности. Крышечкой накрываю и протушиваем. Вот, друзья, смотрите. Наша вкуснятина уже готова. Приготовилась очень быстро. По времени я вам не скажу. Самое главное, пробуйте. Вот вы лук с морковкой попробовали. Если они готовы, все. А печень, она подавно приготовится. Она готовится очень быстро. Вы видели, что я под крышечкой все сделал. Видите, и масла не пришлось добавлять. И в то же время ничего не плавает. Все тут умеренно. И теперь нам нужно просто-напросто смешать перловку. Вот, с этой зажарочкой. Перловку переложил. И теперь просто-напросто это все перемешиваем. И перловку просто прогреваем. Ничего уже тут не надо. Потому что все-все-все готово. И данное блюдо готово к употреблению. Друзья, попробуйте. Рекомендую. Это получается очень вкусно. Просто даже словами не передать. Какая-то вкуснятина. Друзья, ну а я буду вам говорить до свидания. Ну а прежде всего, конечно же, хочу сказать огромное спасибо. Спасибо за ваши лайки, просмотры, комментарии. За то, что вы у меня есть. За то, что вы на моем канале. За вашу помощь моему каналу. Конечно же, подписывайтесь на мой второй канал. Ильинский блог Лайф. А я буду дальше продолжать вас радовать. Спасибо огромное, друзья. Всем пока-пока. Всем до скорых встреч. Пока-пока.